В действительности многие задают вопрос, насколько мы должны выдерживать догматы в церкви, насколько церковь готова реформироваться, правильный ли опыт Западной Европы, может быть Англии, где, как мы знаем, имеются исторические примеры, правильное или неправильное реформирование. Можно вам вызвать? Конечно. Любые вопросы, пожалуйста. Единственное ограничение по времени, а не по характеру вопросов. Я хотел бы на это вот что сказать. Что означает реформа в церкви? Разве русская церковь не реформировалась? Если бы мы с вами сейчас вдруг оказались в далеком, скажем, 15-14 веке, во временах преподобного Сергия, и вошли бы в храм, мы бы ничего не поняли. Настолько изменилось богослужение. С точки зрения обряда, с точки зрения музыки, очень многое изменилось. Но а если бы мы с вами оказались в египетских монастырях 5 века, то с трудом бы идентифицировали то явление, которое бы увидели с нашей православной практикой. Но и египетские монастыри 5 века, и времена преподобного Сергия, и русская церковь в 21 веке, это все одна и та же церковь. Вообще православная церковь в 21 веке. Это все та же церковь. Церковь по своей природе является началом консервативным. Ей передана вера апостолами. И эту веру нельзя менять, потому что источником веры является Бог. Получая вот эти фундаментальные, божественные ценности в свое распоряжение, церковь призвана сохранять эти ценности, провести их через всю человеческую историю, через разные эпохи, через разные культурные контексты, как сейчас мы говорим. А вот здесь начинается самое, может быть, сложное. Для того, чтобы провести эти ценности через всю эпоху, их же надо актуализировать. Иначе ценности превращаются в музейный экспонат. И почти все проблемы, которые возникали в истории церкви, связаны с нарушением баланса между сохранением и актуализацией. Актуализация ценности осуществляется во имя миссионерских задач, чтобы мир уверовал. Я сегодня говорил на языке, на котором бы не стал говорить патриарх Адриан в эпоху, в конце 17 века. Но если бы патриарх Адриан немножко поучился здесь у вас, то он бы согласился с каждым словом, которое я сказал. Мы бы его на третий курс приняли. Вы бы его на третий курс. Значит, вот есть постоянное это напряжение между актуализацией и соответствующими интеллектуальными формами передачи божественного откровения и необходимостью его сохранять. С нашей точки зрения, то, что произошло на Западе в результате реформации, оказалось очень опасным. Ведь реформация задевалась просто, организовывалась, как попытка максимально актуализировать христианское послание, очистить его от наслоений, представить его таким убедительным для современников. И если почитать такие примитивные исторические труды о 16 столетии, что она означала в истории христианства, то там так и будет сказано, что была попытка очистить, освободить, в частности, католическую церковь, от многих грехов, наслоений разных, что было правильно, надо было очищать, и освобождать, и развивать. Но что было неправильно, неправильно было то, что посигнули на это ядро, которое надо сохранять при всех обстоятельствах. И когда говорят теперь наши протестантские братья, что экклезия семпер реформата, церковь всегда реформирующаяся, то подразумевают не актуализацию, а подразумевают постоянные изменения самой сути евангельского послания. Применительно к философским вкусам современности. Что означает внедрение женского священства в западном протестантизме? Это что, из апостольской традиции нет? А это результат феминизма. Это результат эмансипации женщин. И что происходит? С одной стороны, незыблемые истины, а с другой стороны, веление времени, мода. Неизвестно, что произойдет с феминизмом через 50 лет. Может откажутся и скажут, что все это неправильно, что все это привело к разрушению женского организма, к огромным последствиям нравственным, потому что семьи стали слабыми. Бог узнает, что скажет. Может никогда этого не скажут, а может быть скажут. Так что, обратно все переворачивать. Поэтому церковь готова менять свой язык. Готова очень многое делать для того, чтобы актуализировать евангельское пославие, но не готова разрушать само это пославие постоянными реформами. И что мы сегодня видим в Великобритании? Вот вы упомянули этот пример. Величайший, страшный кризис с англиканской церкви. Пустые храмы. Мало у нас об этом пишут, но специалисты знают, что значительная часть англикан переходит в католическую церковь, и очень большая часть примыкает к православию. Потому что вот это внедрение радикального реформизма, оно очень не по душе большой части христиан, которые видят в этом опасность. Что подвергается реформированию сегодня? Сегодня реформированию подвергаются нравственные принципы христианства, которые выражаются в благословении гомосексуальных браков, в поощрении абортов, в безразличном отношении к теме разводов, в абсолютно безразличном отношении к теме сексуальной этики. Я иногда говорю братьям нашим, а зачем вы тогда нужны-то, если вы от всего этого отказываетесь? Другие есть светские интеллектуалы, которые лучше вас все это представляют обществу. Если церковь потеряет силу, это все равно, что соль потеряла свою силу. Это замечательный образ евангельский. Что делают с такой солью, которая потеряла свою силу? Ее выкидывают, она не нужна. Поэтому я думаю, что русская церковь, православная церковь, идет по тому пути, который был определен святыми отцами всей двухтысячелетней традиции. Другой разговор, что мы иногда задерживаемся с актуализацией. Есть проблемы. Проблемы в нашем богословском образовании, в культурном уровне духовенства. Проблемы, привнесенные в нашу жизнь тяжелейшей эпохой государственного атеизма. В том числе, разрывом отношений между наукой и церковью, между интеллигенцией и церковью, между миром искусства и церковью. Вот сегодня тоже некоторые пытаются вбить клин в отношения между искусством и культурой и церковью. Вокруг этой темы возвращения святынь и так далее. Но мы сделаем все для того, чтобы не удалось вбить этот клин. Я думаю, что новая эпоха дает нам замечательные возможности такого развития церкви, которое бы с одной стороны сопровождалось сохранением вечных и неизменных жизненно важных ценностей для человека и человеческого общества. И с другой стороны, чтобы эти ценности воспринимались современным сознанием и усваивались людьми без всякого культурного шока. Чтобы они входили абсолютно естественно в культурную среду нашей эпохи. Ваше святейшество. Студенты, которые здесь находятся, хотели бы, если позволить... Пожалуйста, конечно. Студент третьего курса экономико-аналитического института НИАУ МИПИ, Роман Александров. Ваше святейшество, является ли все более глубокое познание законов природы и внедрение в мир атомов с вашей точки зрения правильным или нет? Нужно ли это? Ведь, внедряясь в ядро атома, мы тем самым пытаемся стать настолько же умными, как сам Бог. Не греет ли это? А правильно ли, что Конухов плывет в лодке через океан? Ведь он может погибнуть. Это вечный вопрос. Господь нас так создал. Он нам не положил границ. Он не сказал, знаете, вот вы вот это делаете, а вот это не делаете. Он только одно сказал, не ешьте древо познания добра и зла. Как знаем, нарушена была эта заповедь. А все остальное открыто для человеческого познания. Но все то, что делает человек, может быть очень полезным для человека и разрушительным. Это известный и извечный дуализм. Дуализм нашего бытия. Либо мы своими действиями, мыслями, словами служим Богу и правде, либо злу и лжи. А что касается научного познания, вообще научных экспериментов, то сейчас же ведь очень много таких пограничных областей, где правда с кривдой присоединяются, где последствия могут быть либо очень важными и нужными для человечества, либо разрушительными. Возьмите генную инженерию, да и многие другие направления современной науки. В том числе и то, о чем вы говорите, проникновение в глубину материи. Неизвестно, что там откроется и какие возможности получит человек. Вот здесь-то и работает политграмота. Нужно уметь отличать добра от зла. А если у нас будут люди с искаженным нравственным сознанием, и они будут своими страшными руками прикасаться к этой материи, последствия будут губительными. Мы вот говорим об апокалипсисе, да? Что конец истории это какой-то огненный катаклизм. Ну, отдайте вы в руки мерзавцев все эти величайшие научные открытия. Да уже сегодняшних научных открытий в области ядерной физики достаточно, чтобы взорвать планету. Поэтому жизнеспособность человеческой цивилизации прямо зависит от нравственного состояния общества. Вот что все время и утверждает церковь. вопрос нравственности это не вопрос, который нужно по остаточному принципу рассматривать. Сейчас нужно всем миром наваливаться. Почему мы говорим о необходимости диалога церкви с наукой, в том числе и с неверующими учеными? Почему мы говорим о необходимости взаимоотношения церкви и школы, церкви и культуры? Да потому что надо сконцентрировать все силы на достижение тех главных целей, которые перед нами стоят, уберечь нашего человека, страну нашу и весь мир от этого страшного разрушения, которое может человек своим злом принести в нашу реальность, нашу действительность. Спасибо Вячеславу, во время вашего визита в Санкт-Петербург духовно от отдельных вы задумали вопрос о природе темной энергии. Как вы могли бы прокомментировать ее происхождение и как вы считаете, носит ли она демонический характер? Темная энергия, материя, антиматерия, вещество, антивещество, это все то, что создал Бог. Дьявол ничего не создал в этом мире. Дьявол только разрушает. Это все творение Божие. Это тот мир, про который Бог сказал хорошо. Другой разговор, и я упоминал об этом в Академии с иной целью, сказать о том, что у научного познания должно быть чувство смирения, благоговения перед тем объектом, которое ученый изучает перед нашей Вселенной. А вот развивается смирение от осознания своей недостаточности. Если определить в процентном отношении объем изученного и не изученного Вселенной, то по мнению одного из наших академиков, к мнению которого я очень прислушиваюсь, можно говорить о пяти процентах изученного и понятого. А если пять, а может быть и меньше, только изученное и понято, а все остальное не изученное и не понято. Вот это должно помогать нам формировать смиренное отношение к результатам научных исследований и благоговейное отношение к Божьему творению, в том числе и к черным дырам. Кстати, понимание материи как зла было отвергнуто церковью. В конце первого века возникло такое еретическое учение, оно было таким, я бы сказал, философским скорее даже, чем богословским и проистекало конечно из языческой культуры. Это явление называлось и называется гностицизмом, когда появились люди, заявившие о себе, что они обладают особым знанием, особым гносисом и стали некоторые языческие представления о мире, о человеке, о божествах соединять с христианскими. Так вот, это были самые опасные ереси, особенно во втором веке, потому что они опирались на очень сильных интеллектуалов, гностиками были ученые. Так вот, одна из идей гностических заключалась в дуализме, что Бог это и Дух это явление со знаком плюс, а материя со знаком минус, что материя это зло. И церковь осудила этот взгляд на материю. Материальное и физическое это не зло, зло проистекает только из нравственной природы человека. Поэтому не должно быть страха ни перед черными дырами, ни перед антиэнергией, и антиматерией, а их нужно изучать, если хватит силенок, так же спокойно и смиренно, с благоговением перед Божьим творениям. Здравствуйте, Ваше Святейшество, Вы представляем Саровский физико-технический институт, и я Вам не могу, позвольте задать вопрос. Преподобный Серафим Саровский считается сегодня небесным правителем отменной отрасли нашей страны. Ваше Святейшество, в чем, на Ваш взгляд, актуальность духовного наследия преподобного Серафима Саровского? И почему оно важно для молодых специалистов ядерно-энергетического и оружейного комплексов нашей страны? Ваше Святейшество, в нашем институте есть кафедра теологии. Вопрос Вашего патриаршего благословления на жительность кафедры. Благословляю с любовью и радостью. Замечательно, что в Вашем институте в Сарове есть такая кафедра. Ну а теперь позвольте мне сказать о том, что вообще что-то удивительное в том, что в центр Советского Союза, где были созданы первые образцы ядерного оружия и где, собственно говоря, страна наша обрела возможность обеспечить геополитический баланс сил во время Холодной войны и предотвратить мир от катастрофы. Казалось бы, ну что более ужасного можно представить? Обитель в честь преподобного Серафима старца милостивого любвеобильного смиренного у которого даже не было сил обличить разбойников которые на него напали. Пришли в его кельику в лесу подумали, что на нем медный крест вовсе не медный а золотой избили бедного старца так, что его потом скрючило всего он был так невысокого роста а тут еще и согнулся позвоночник действительно пострадал можно себе представить вот избитого до полусмерти человека в лесу ни медицинской помощи ничего но он пришел в себя как-то так потом вот чуть восстановилось его здоровье а потом разбойников поймали и что же он сделал? Он стал просить умолять чтобы их не наказывали вот такой смиренный человек который всем говорил если имеешь мир в сердце то вокруг тебя спасутся тысячи и вот на месте обители которая закрывается по всем законам тогдашней технологии политической оскверняется монахи изгоняются кое-кто расстреливается все изничтожается попирается и на этом на этих развалинах строится научный центр военный ну образ же абсолютно несправедливости в таких случаях говорят куда же бог смотрит у нас как что сразу куда бог смотрит ну как же так где же справедливость вот удивительно я часто цитирую слова митрополита Филарета Дроздова московского нашего святителя и причисленного к лику святых был поразительно образованный человек энциклопедически образованный человек вот он размышлял о промысле Божьем и говорил о том что промысел Божий это там одно другое третье а завершает это свое свое длинное определение тем что промысел Божий это та сила когда даже которая даже наши дурные человеческие поступки обращает к добрым последствиям вот промысел Божий обратил к добрым последствиям этот дурной страшный поступок с разрушением Саровской пустыни и ведь это все поняли ученые ядерщики которые трудятся в Сарове это их мысли я сейчас вам передаю что все произошло не случайно что все произошло по промыслу Божию и вот этот смиренный старец исполненный любви миротворец стал покровителем людей создающих самое грозное оружие современности а что же может быть балансом лучшим балансом чем преподобный Серафим такой деятельности вот если пример преподобного Серафима его слова будут вдохновлять наших ученых у нас всегда будет оружие которое остановит агрессора и это оружие никогда никому не принесет никакого вреда уважаемые коллеги есть еще возможность задать один вопрос поскольку плотный график его святейшества не позволяет уже навыки дискуссии есть ли какой-то вопрос еще студент 4 курса Института международных отношений МИФИ Спаял Фарик Ваше святечество мы молодое поколение стараемся идти в ногу со временем и порой мы не можем обойтись без современных технологий например интернет без него обучение было бы гораздо сложнее но как интернет влияет на нравственность молодежи ведь помимо накопленных знаний там есть большое количество информации негативно влияющих на человеческое сознание как можно отгородиться от этого негативного влияния какое Ваше мнение на счет оградиться от этого влияния невозможно сегодня невозможно заниматься наукой не используя современные средства коммуникации это очевидно а теперь нужно попытаться посмотреть может быть с другой точки зрения на все на это человеку свойственно в общении с людьми свойственно даже самому смиренному человеку свои отрицательные качества скрывать я уж не говорю о тайных мыслях ну кто тайные мысли свои высказывает кто говорит о каких-то своих фобиях внутренних кто говорит о каких-то своих страстях все сокрыто все выглядим очень респектабельно ничего не ясно что внутри а вот когда человек оказывается один наедине когда ему когда он думает что за ним никто не наблюдает никто не следит чаще всего мы ошибаемся даже в случае с интернетом ну допустим что абсолютная свобода вот тут-то мы становимся самими собой либо мы открываем сайты соответствующего содержания либо сами пошлости производим участвуя в различного рода полемиках либо выплескиваем свою желчь свою злобу свою зависть под псевдонимами конечно опять-таки ясно же что именно заверш тебе руки не будут протянуть а не называешь ими лепи все что хочешь вот сегодня интернет это некая лаборатория где собственно и должна формироваться личность где должен формироваться характер где должны формироваться и оттачиваться принципы я против пошлости или против разврата или против лжи только в общественной дискуссии где отстаивая высокую мораль у меня есть шансы стяжать некие симпатии к себе или я по сути такой это экзамен на нашу подлинность это огромный силы вызов и может быть не случайно Господь нам дал этот вызов сегодня современному человечеству поэтому нет хода без добра и интернет как и все что угодно как и ядерная бомба либо могут привести к коллапсу человеческую цивилизацию либо с одной стороны оградить от каких-то опасностей и обеспечить его выживаемость все будет зависеть от нас я вас благодарю за этот вопрос и рад что я имел возможность ответить на него именно в студенческой аудитории благодарю вас за внимание ваш святей что позвольте вас еще раз поблагодарить от лица всех участников сегодняшней встречи скажу откровенно вам что самые разные здесь представлены мнения самые разные взгляды но то единство я хочу повторить которое продемонстрировал ученый совет признание ваших выдающихся заслуг оно позволяет нам надеяться что будущее у нашего университета достаточно спокойное и хорошее и думаю что с вашим благословением с сегодняшнего дня начнется новая история новая эра в развитии нашего университета позвольте также поблагодарить вас за то что вы нашли время и возможность осветить домовый храм который был создан исключительно на пожертвования наших сотрудников студентов где студенты работали долгие часы я уезжал в 23 часа значит еще работа продолжалась думаю что вот такое истинное подвижничество оно позволит нам достичь новых успехов и позвольте в знак наших встреч и вручить вам скромные подарки значит это прежде всего коллаж который связан с вашим визитом и произведение которое нарисовали самые юные наши студенты ученики лицеев на евангельские библейские благодарю вас сердечно спасибо большое у меня тоже такая сегодня почетная обязанность я бы хотел огласить две грамоты во внимание к вкладу в созидание домового храма в главном корпусе мифи и церковной благотворительной деятельности ректор национального исследовательского ядерного университета мифи Михаил Николаевич Стриханов награждается орденом русской православной церкви святаго благоверного князя Даниила Московского третьей степени вручаю вам Михаил Николаевич высокий орден русской православной церкви и благодарю вас за замечательные ваши труды во внимание к вкладу в созидание домового храма в главном корпусе мифи и церковной благотворительной деятельности советник ректора национального исследовательского ядерного университета мифи председатель совета ветеранов Николай Семенович Погожин награждается орденом русской православной церкви святаго благоверного князя Даниила Московского третьей степени ну и кроме того я бы хотел вручить один подарок мы издали замечательную книгу на мой взгляд она по содержанию может быть от ничего такого выдающегося нету но полиграфическое оформление уникальное это всего несколько экземпляров такой книги это патриархи московские всея руси краткая история патриаршества от первого патриарха до шестнадцатого я хотел бы передать в вашу библиотеку вот эту книгу ваше святейшество еще раз позвольте вас благодарить за ваше теплое и наверное не совсем заслуженные пока еще слова в наш адрес многое лето многое лето многое лето спасибо спасибо Продолжение следует...